Всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам покажу в настройках нашего телефона некоторые разрешения приложений, которые стоит отключить, потому что они абсолютно бесполезны. Сразу вам говорю, что мы этих пунктов настроек еще не отключали. Итак, заходим в настройки, спускаемся вниз, приложения, все приложения, разрешения. Теперь мы выбираем пунктик другие разрешения. Сюда мы заходим. Далее нажимаем пункт разрешения. И теперь более подробно мы пройдемся по всем этим пунктам. Итак, первый пункт SMS и MMS. Сюда заходим. Сервисный SMS. У меня подключено к этому разрешению такое приложение как Uber. Я его отключаю. Запретить. Возвращаемся обратно. Настройки системы. Сюда мы заходим. То есть, это те приложения, которые имеют возможность и доступ к настройкам моей системы. В принципе, я здесь уже подключал некоторые приложения. Эти пусть остаются. Карусель обоев. Я захожу и запрещаю доступ. Возвращаемся обратно. Состояние Wi-Fi. Сюда заходим. К Wi-Fi у меня имеет доступ только лишь приложение Mi Control Center. Если помните, я несколько дней назад снимал видео более подробно про это приложение. Оно позволяет нам из MIUI 12 вставить меню уведомлений на наши смартфоны MIUI 11. Пусть галочка здесь остается. Возвращаемся обратно. Состояние Bluetooth. Сюда заходим. И обратите, пожалуйста, внимание. Есть такое приложение, видеоконференция, как Zoom. Я им пользуюсь. Оно мне нужно. Но зачем Zoom состояние моего Bluetooth? Вот вы мне объясните, пожалуйста. Абсолютно бесполезная галочка. Я, конечно же, запрещаю ему доступ. Total Commander имеет доступ к моему Bluetooth. Зачем, спрашивается. Тоже беру и запрещаю. Ну, здесь, в общем-то, все и так уже запрещено. А если потребуется тому или иному приложению доступ, то он попросит разрешение. Вы уже будете решать. Или разрешить, или нет. Ярлаки рабочего стола. Сюда заходим. Когда вы видите знак вопроса, то это означает, что при необходимости то или иное приложение спросит у вас разрешение. Пусть все так и остается. Пускаемся в самый низ, проверяем. Все, здесь у меня кое-что отключено. И кое-что под знаком вопроса. Возвращаемся обратно. Экран блокировки. Сюда заходим. И то же самое. Обратите внимание, что у меня ровно половина включена. И некоторая половина выключена. Тоже берем. И все здесь запрещаем. Запретить всем. Отображать всплывающие окна, когда запущено в фоновом режиме. Сюда заходим. В общем-то, друзья, я вам хочу честно сказать, что здесь можно отключить абсолютно все галочки. Нажимаем три точки в правом верхнем углу. Запретить всем. Оп. Запретить всем приложениям использовать эту функцию. Ок. Все, мы запретили. Возвращаемся обратно. Всплывающие окна. Заходим сюда. И обратите внимание, в чем логика. У меня некоторые пункты разрешены, некоторые запрещены. Спускаемся вниз. Допустим, ВК, Вайбер у меня запрещено. Но зато Телеграм у меня разрешен. Зачем, спрашивается. Соответственно, я нажимаю три точки и нажимаю пунктик запретить всем. Оп. Все, всем запретил. Возвращаемся обратно. Постоянное уведомление. Но этот пункт, конечно же, должен быть включен. Потому что в этом случае вы будете получать уведомления из тех или иных приложений. Будь это игр, мессенджеры или еще что-то. Вообще, все, что я нахожу бесполезным, друзья, в наших телефонах, нужно это все дело отключать. И тогда наш телефон по чуть-чуть, по чуть-чуть, по крупицам будет собирать эту энергию. И наш смартфон будет меньше разряжаться. И, как следствие, будет немножечко быстрее работать. Без тормозов, без перегрева. Ну и прочих негативных нюансов. В общем, друзья, если вы не знали про эти разрешения, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Надеюсь, что это видео для вас было очень полезным. Если это так, поддержите меня своим мощным лайком. Поделитесь мне видео со своими друзьями. Всем успехов, друзья. Всем удачи. Всем пока.